Я просто честно уже побаиваюсь находиться вот при всем этом. Вот тому объяснишь. Вот поэтому вы хотя бы знаете, вот мы хотим, чтобы голосовали поименно, чтобы знали, кто как голосовал, чтобы вы видели, кто как голосовал. Вот они там устроили день варенья учителя. Извините, они уже там без штанов ходят. 10 тысяч рублей зарплаты. Мне бабушка одна подходит, в рощу в Новочебосарске говорит, Сергей Павлович, я дочку кормлю учителю, она получает 10 тысяч рублей. Но она вот, ну что, вот так вот, она уже учителя со школы уходит не в мае с работы, а в середине учебного года. Уже уходить с работы невозможно. Вы понимаете? И все равно она заставляет голосовать. У нас сегодня в Новочебосарске в городском собрании 25 человек из Единой России. Ни одного нет депутата. Вот, ни одного. Были двое, которым мы помогли, а им сказали, если вы не уйдете в Единую Россию, вам жизни здесь не будет. Они там убежали сразу, бог с ними, да? И вот я вам говорю, и сегодня в Новочебосарске полигон, ладно, химпром там сейчас, слава богу, у нас там все с ним ровно, спокойно. Вообще, я так, город Новочебосарск, как испытательный полигон. И тарифы такие же, и все депутаты из Чебосар практически. Вот понимаете? И вот приходится там брать удар на себя. И я вам хочу сказать, не оставайтесь равнодушны. Подписывайтесь. Если у вас там есть же дети, которые могут в интернете тоже подать свой голос. Я думаю, что по правилам мы внесем. Проблем тут очень много. Так что с этим вопросом надо просто быть неравнодушными. И поэтому мы здесь собрались, нам всячески запрещали, вот хотя бы еще с вами не запрещать, просто как с депутатами встречаться. Конечно, говорить очень тяжело, кричать надо, чтобы там тоже те слышали, да? Но мы пришли сюда ради вас, ради себя, понимаете? Чтобы мы были с вами. И я вас, разделяйте депутаты, неплохие депутаты и коммунисты есть, ЛДПР. Но те депутаты из Единой России, я скажу, тоже они просто их заставили, понимаете? Там вот просто их собрали, сказали, вас сделали и пути. На тылку отправь взять, я иди на Россию. Все, на тылку. Здесь был задан вопрос, первое. А почему у всех равный подоходный налог? И у миллионера 13% и у человека, который имеет 8 тысяч рублей в месяц. Если, и правильно здесь мне задали вопрос, если сделать прогрессивную шкалу налога, хотя бы увеличить с 18 до 20% для тех людей, которые получают больше миллионов в год, то это даст сразу 600 миллиардов дополнительных людей, дополнительных денег. Это абсолютно верный вопрос был задан. Теперь наша республика. Да, в Москве свои дела. Но Сергей Павлович не случайно поднял разговор о наших проблемах. Смотрите, что происходит. Вот наша позиция, Сергей Павлович, мы ее открыто высказываем. Долой Игнатьева. Хватит уже смотреть. Может быть, он человек хороший, но парень не тянет. И поскольку он уже не тянет, все это становится смешным, нелепым, когда окружен все своими друзьями и так далее. Портретный пример. Город Севильск. Вы все знаете, там прекрасный женский монастырь, золотые купола. В 100 метрах очистные сооружения. В 1974 году построены. Выезжаем с Сергеем Павловичем, смотрим. Старые очистные сооружения фурычат. Они ничего не чистят. А рядом недостроенные новые. 153 миллиона ушло. Спрашиваем, ребята, а где деньги? А нет денег? Хорошо сейчас совместными усилиями мы добились того, что приехала проверка из Приволжского федерального округа прокуратуры. Или, допустим, вот издевательность вам непосредственно на вас касается. Собирают деньги за капитальный ремонт. Вот здесь Тамара Сейна Манаева стоит. Если бы был митинг, она бы многое рассказала. Смотрите. Олимпиада Ивановна, руководительница пенсионного фонда. Она не выполняет свою работу сама. Она говорит, у нас мало юристов. И они заключают договор с частной фирмой, которая штампует судебные приказы один к одному. И в этом году они уже судебных приказов наштамповали порядка 15 тысяч. Люди, пожилые, не получая сведений о том, что в мировых судах рассматривался судебный приказ по их душу, получают уже от судебных приставов бумагу. И когда они приходят...